Так, ребят, сегодня я хочу уделить свое внимание вот этой книжечке Берт Хеллингер «Источнику не нужно спрашивать пути». Это очень известная книга в системных кругах у системных терапевтов, у психологов, которые занимаются расстановками, у просто любителей родовых систем, да, кто занимается историей рода и кто занимается энергетикой семьи. Значит, что я хочу сказать. Эту книгу я приобрела достаточно давно. Вот у меня здесь подписано, по-моему, было. В общем, это было, наверное, несколько лет назад, когда я только начала свой путь изучения. И мой путь изучения психологии начался сразу, с неимоверных глубин. То есть я, так скажем, да, у меня был путь, когда можно было начать психоанализа, и мне этот путь понравился в целом, да, но он очень долгий. А мне нужны были очень быстрые результаты. Это было в 2019 году, когда началось сыпаться здоровье сильно. И мы только тогда в это время, да, начинаем задумываться, когда нам больно, когда нам плохо, мы начинаем задумываться о том, что вообще происходит, да, в нас внутри, в самих, вообще снаружи, да, что происходит с нами, кто мы, что мы, в общем, такой дистанциальный кризис, да. Это вот небольшая предыстория, как я вообще пришла, да, это один из этапов расстановки, да, это один из этапов изучения, исследования психики. И психоанализ я сразу немножечко отложила, потому что это года, это года. То есть у меня боль была такая дикая и душевная, и физическая, что мне, как бы, я сразу поняла, что нужны более радикальные способы. Я искала, искала, и, конечно же, расстановки – это то, что элементарно поможет человеку выйти из каких-то верхних слоев, да, как бы снять нагрузку с психики. И вот изучая расстановки удалось каким-то образом, я даже не помню как, но купить эту книжечку, по-моему, я ее взяла что-то типа «На лабиринте», вот таких, такие сайты, да, книжные. То есть эта книжка запрещена на территории России, вообще, как и все расстановки. Понятное дело, почему. Развиваться мы не должны, живите, как овцы закладные, не знайте ни энергии, ни рода, с сиротами, как говорится, проживайте. В то время, когда я ее брала, по-моему, да, она была то ли запрещена, то ли это были последние вот издания, когда можно было взять книжечку эту. Сейчас я что-то вот ее не видела. Может быть, вы найдете ее. Незатейливая такая обложка. Вот я не знаю, кто издатель. Это институт какой-то, да, то есть, который, не какой-то, да, какой-то, который занимается всеми расстановками. Соответственно, я училась тоже у нескольких преподавателей. С разных сторон я рассматривала, с разных восприятий подходила к этой теме. В конце есть все, все вот эти контакты, которые для книжечки этой нужны для клиентов, да, для читателей. Высшая школа психологии тут рекламируется. Так, ну ладно, я еще даже приступила к, ну, вообще, к обзору. Да, я просто сейчас как-то очень разрозненно все рассказываю, много материала. Хочется поделиться, из чего начать, с какого бога подойти. В общем, Берт Хеллингер – основатель расстановок. Это метод психотерапии, ускоренный, быстрый метод, позволяющий снять энергетические темы родовые, которые лежат на людях. Неосознанно люди тащат эту энергию и не осознают, да, откуда и что вообще в жизни их происходит. И вот кто задумывается, тут, конечно, уже идет покупать книжечки. Это, по-моему, первая книжка, которую Берт написал. У него еще несколько книжек. И большое спасибо, что как-то его перевели, да, сделали перевод с немецкого языка в 2012 году. Вот. Вот это развернутый анализ и попытка обобщения всех наиболее значимых идей и открытий Берта Хеллингера в области человеческих взаимоотношений. Кстати, у Берта не было детей. И, как вы знаете, что все психологи, которые приходят в психологию, они уже сильно травмированные. Это личности в основном расколотые. И психологи в своей жизни занимаются тем, что склеивают себя. А клиенты им в этом помогают. И никак не наоборот. То есть если в общественном мнении существует правило, что психологи помогают клиентам, это не так. Все происходит в ровном счете наоборот. И Берта первый, кто написал об этом, что когда мы находимся в едином поле, соответственно, мы все, как говорится, в едином замесе. Там нету кого-то выше, кого-то ниже. И очень часто расстановщик, конечно, является главным звеном. Он, как наиболее наимудренный опытом, проводит расстановку. Но он должен хорошо считывать энергии, хорошо расставлять энергии. И вы знаете, просто у меня есть клиенты, которые приходили после расстановок, у которых уже на следующий день ничего не работало. То есть это зависит от самого расстановщика. Если расстановщик, помимо того, что осознал энергию, еще и перезаписал информацию, тогда цены ему не будет. Но перезаписью занимается очень мало людей. Берт не занимался перезаписью, он не учил перезаписывать. Поэтому он, так скажем, просто является отцом-основателем этих всех энергий. Он увидел это, он понял, как это все развивается. И просто можно преклониться перед этим человеком, который настолько в этой книге, это можно прочитать книжку, и получить хорошую такую терапию, хорошую базу, хорошую основу породовым системам. Здесь же не только энергетические пласты, он еще развивает философский некий уровень. И если чуть-чуть дальше копнуть, то можно уйти в перезапись этих энергий. Потому что мы-то можем эти энергии распределить, а кто их перезапишет. Вот перезапись – это отдельная тема, которой я занимаюсь. Берт не занимался перезаписью, он больше был философом и неким таким провидцем этих энергий. Что есть судьба? В чем единство и различие мужского и женского? Что в семьях приводит и болезням? И что исцеляет? Как примириться со смертью и умершими? Как пережить пережитое? И раскрывая на страницах книги широкий круг важных для каждого из нас тем, Берт побуждает читателя к размышлению, переосмыслению собственного жизненного опыта и ведет путем познания и нахождения возможных решений собственных, семейных и личных проблем, к нахождению гармонии с миром, таким, какой он есть, и самим собой. Надо сказать, что полностью система, конечно, лично мне до конца не помогла, потому что надо осознавать причинно-следственные связи. Не просто там эти энергии двигать, а понимать, откуда что пришло. Потому что у меня, например, мозг имеет очень сильные программы ума. И пока эти программы ума не допедрят, как что, они блок не будут с тела убирать. Здесь, да, спорные некоторые моменты и провокационные, но они в любом случае не оставят равнодушным вас к описаниям и судьбам и предлагаемым решениям. А судеб было очень много. Берт работал как трудоголик. Он все время, так скажем, упражнялся, тренировался. И у него было очень много народу. В общем-то он положил начало вот этой всей истории расстановочной. Ну, сейчас иногда, знаете, смотришь, кто во что гораст с этими расстановками. Как бы есть начинающие, есть средний уровень, есть преподаватели, которые уже очень глубоко зашли, которые уже сами изобрели свой метод из Хеллингера. То есть очень большой рынок. Рынок уже раз сдвинулся. Но я могу сказать, что лично мне только расстановки не помогли. Помимо расстановок еще изучаешь надсознание, подсознание, коллективные программы, социальную паразитологию, как минимум, да, и социальные коллективные энергии, глубину, кармическую историю. То есть там целый пласт. Хеллингер только 0,001%. Так, ну ладно, я что-то разглагольствуюсь, потому что это моя тема, я в ней плаваю, как рыба. Посмотрите, как здесь много. Значит, здесь есть сказки-истории, очень полезные. Я их применяю для детей. Интересные советы. Религия здесь тоже у него подана в каком-то таком приятном свете. Ну, не так, как я к ней отношусь. На самом деле, надо более лояльно принимать религию, потому что она нас все-таки обучает нашему собственному стержню, как минимум. Помощь и решение сказки здесь, границы семейных, движение души, что в семьях исцеляет, порядок в семье, душа, мужчины и женщины. Ну, как вы знаете, да, то, что мы состоим, да, из нескольких частей, игрок-сознание-наблюдатель, душа не все решает. То есть, Хеллингер изучал душу как что-то такое, которое все решает. Но помимо души есть еще, знаете, как сознание-наблюдатель, да, то есть там еще очень много пластов. Вот, это 92-е, 2000-е годы, написана книга. Я некоторые моменты помечаю. Я обожаю в книгах делать свои пометки. Поэтому. Судьбы в зеркале сказок и истории. Истина, путь познания, феноменологический путь сознания, восприятие мышления. Вот он, как будто бы, говорит с той точки восприятия, очень философски. Вот, кстати, я писала в 2019-м году. Я, значит, в 2019-м году я начала вот эту всю тематику изучением. Различия чувств, да. Не совсем я согласна. Спустя время я понимаю. Есть, кстати, мета-чувства. Надо будет подзаписать себе еще немножко Хеллингера, да, мета-чувства, да, какие есть. Потому что я тоже работаю с эмоциями. Иногда кажется, что их столько много. И помимо страха есть еще страх-страха. Понимаете? То есть там такие пласты глубинные. Порядки души, болезни, измерения, да. Смысл жизни. Это все, вы знаете, такой вот экзистенциальный вопрос. Он поднимает. И... Освенцим, да, вот эти все в памяти, в памяти, да, которые у нас запечатлены в ДНК. То есть он с ДНК так напрямую не работал, но он работал с энергиями. Поэтому к ДНК это как-то относится все равно. Он, так скажем, только 0,01% раскрыл того, что надо понимать. Личная совесть. При работе, например, с убийствами, в психике, да, в регресс, когда погружаешься, если видишь, что было убийство, начинаешь работать с совестью, с коллективной, с личной и так далее, то есть чтобы перезаписать на подсознании вот эти все моменты. Судьба и вера. Это, вы знаете, как для психологов, так и для начинающих. Когда вы начинаете работать с психологом, да, первые 2-3 года вы выстраиваете своего внутреннего психолога. Вам внешний психолог помогает выстроить свой стержень. И поэтому советы, которые дают психологи, не всегда помогают. Надо искать глубинного психолога, который полностью принимает вас, который полностью ваши эмоции отзеркаливает, который не судит вас и так далее. То есть здесь очень много моментов. Принять смиренно, смирение. Солдаты и война. Это вот то, что касается нас всех напрямую. Вот всех, кто в России живет, все, кто проходил Великую Отечественную войну. Мы вот сейчас проживаем просто повтор, потому что мы во время Великой Отечественной войны не поняли, кто мы. Мы до сих пор стоим на коленях. Вот сейчас такое чувство, что повтор вот этих всех ситуаций военных происходит для того, чтобы мы осознались. А мы все никак не можем мозги свои включить. Читаем вот такие книги и развиваемся. Это, конечно, не панацея. Вы можете читать свои. Я просто говорю о том, что помогло мне, что я принимаю за ближайшую такую истину. Не в последней инстанции, но, по крайней мере, здесь вот эти все терминологии, они выстраивают опоры внутри психики, порядки в смешанной семье. Тут есть кейсы, то есть истории. Вот, например, да, есть моменты, с которыми я не очень согласна, да, то есть на верхних уровнях психики, да, так и есть, что в браке ребенок может кого-то замещать. Действительно, такое есть. Такое практически во всех семьях, потому что, как вы понимаете, после войны мы третье поколение, и мы настолько искалечены, что у нас нет ни семей нормальных, ни стержня. Мы не можем никак выйти с этих травм, и дети начинают просто, вы знаете, замещать кого-то из погибших там и так далее. То есть там настолько сильные эмоциональные пласты, которые надо осознавать. Вот это на верхнем уровне все есть. То есть и это работает. То есть если бы я, например, это на собственном опыте не прошла, я бы не поняла, работает это или нет. Я могу точно сказать, что это работает, но не до конца. Надо еще над собой работать. работать над своими понятиями, перезаписывать понятия и подмены. Но основная его идея, источник, да, это вот как река, это любовь. Если перекрывается камнями разными, то надо туда возвращаться, чистить, чтобы род развивался. Отдельно про ЛГБТМ я пишу, например, в своем блоге, что это такое, какие религиозные или другие системные моменты на это влияют. У Берта, кстати, не было детей. В общем-то, он спасал всю свою жизнь с себя. Он создал такую уникальную систему. Но она... Она только как ориентир. У каждого должна быть своя система, которая ему помогла. Жизнь больше, чем родители. Порядки любви, любовь и власть, любовь и бессилие, дети, умершие в раннем возрасте. Там, на самом деле, вот у него написано чуть-чуть, да, но там целый пласт как копать. Надо разбирать энергии, которые появились и их трансформировать. Смерть детей. Упрек. Как суррогат скорбью? Что происходит, когда родители упрекают друг друга? Здесь очень серьезная тема. Вот смерть детей. У меня есть клиенты, дети с аутизмом, которые пережили смерть детей. И с ними работаешь, когда погружаешься полностью в ситуацию, чтобы перезаписать. Дети, от которых отказались. Родители здесь огромный пласт. Как перезаписать это? Через фразы. Но, опять-таки, на мой взгляд, 0,01%. То есть, очень мало информации здесь. Но оно поможет. Вот на этом уровне, если у вас есть какие-то такие проблемы, или если у вас ощущение, что вы как будто из детского дома и вами не занимались в семье, соответственно, вам это поможет. Как первый уровень, обязательно вот это вот можно для себя посмотреть. когда вместо виновных бьют слабых. Это на завершение рода, соответственно, да, понимаете? Очень часто такое бывает, когда рождается ребенок. В прошлой инкарнации он прошел и войну, и все, а в этой его начинают бить. Просто бить, потому что не понимают энергии, которые... Вот тут у меня какие-то... Какая-то визиточка. В общем, у меня есть огромная тема на обсуждение вот этих всех моментов. Пересадка органов здесь есть, да, очень важная тема. Я изучала, тоже у меня был клиент с переливанием крови, я тоже изучала психику, какие энергии на это влияли из прошлого. Соответственно, очень многие. Тут, кстати, болезни есть, запор, то есть такие... Все, все охвачено. Вот уважение. Образы бога. Здесь такая очень экзистенциальная база такая. Вот. Вот такой вот небольшой обзорчик я сделала на 20 минут. Очень маленький, практически только начало, да. Вот. Ну, такой небольшой обзор. Что еще добавить? Напишите вопросы. Может быть, я по ним сделаю еще отдельно какой-то, да. по ним какой-то обзор, да. Сейчас время, когда нужно заниматься своей психикой. Так просто перейти на новый уровень, что сейчас делает. Старая реальность ушла, новая реальность еще не пришла. Чтобы она пришла, нам нужно как-то помечтать, загрузить свое сознание, создать будущее, свой сценарий. Нужно заниматься своей психикой, ребят. Так что, если какие-то вопросы есть, то буду рада ответить на них. Вот такая вот замечательная книжка. Я рада, что она есть в моей коллекции.